всем привет решил я сыграть игру и не просто сыграть не думайте что это у меня начнутся обзоры игр что я переключусь на эту тему нет я на эту тему не переключусь но это как бы можно сказать новый подраздел вы скажете их и так много и не каждый из них еще полностью завершён до их много но чем их больше тем канал интереснее это раз во вторых чем их больше тем мне иногда проще в зависимости от в моего времени дополнять какие-то видео то ли в одном разделе то ли в другом разделе плюс я смотрю какие разделы там популярны какие не популярны ну и все такое так вот решил я сыграть в игру fallout и как бы это будет не просто игра и прохождение этой игры а еще размышления на различные темы то есть идти тематике около идти тематике ну а дальше посмотрим не могу сказать на какие темы но как бы буду делиться своими мыслями своими пожеланиями то есть к примеру в какой-то записи будет ну по игре я там выскажу свои мнения например о тому как подходить к программированию или нам какие проблемы в разработке по ну то есть чем я сталкивался и что я слышал то есть на основе своего опыта ну и так далее вот поэтому поэтому это такая как бы играя размышляя вот так вот можно назвать будет ну будет как бы этот плейлист будет серия и играем и размышляем одновременно вот ну и сегодня сегодня начнем фоллаут игру это старая классическая культовая игра это первый фоллаут потом если будут темы если в первом фоллауте не все разберем как бы поговорить на самом деле всегда всегда можно найти о чем вот то тогда там перейдем к второму фоллауту потом возможно фоллаут тактикс ну и сегодня скорее всего просто я расскажу историю фоллаута что это такое кто не знает ну я думаю кто знает но немного тому тоже будет возможно интересно посмотреть и послушать ну давайте приступим ну первую очередь первую очередь я конечно же настройки экрана здесь и сделал масштаб 2x чтобы она побольше было так вроде поинтереснее но мне по крайней мере так сейчас эту чуть-чуть настройки скорость 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 общую громкость чуть-чуть это прибавлю так сложность игры ну давайте нормально поставлю это круто я не помню насколько здесь круто я очень давно играл наверно больше 10 лет назад и и сделаем новую игру так давайте создам я персонажа и наверно нашему персонажу нашему персонажу поставим побольше так сил о здоровяк здоровяк по моему скоростью ради мощи давать 1 так дальше мне надо очки 10 потому что здесь есть количество очков 10 их надо побольше вот так так теперь 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 тяжелая рука на старте точно надо так тяжелую руку еще добавим не не вот это блин это уберем а вот тяжелую руку добавим так и тут надо бы нам без оружие да бокс тратата да давайте я увеличу без оружия есть дальше дальше было бы неплохо наверно красноречие прокачать и и и и ремонт может наука может взлом может доктор так доктор излечения серьезных ранений а первая помощь восстанавливает очки здоровья сработать но давайте наверное и так и что такое натуралистована потом прокачать так имя пусть будет давайте ладно назовем назовем как мы там назовем си пи пи просто так ну конечно же я буду рассказывать наверное сегодня о истории фоллаута и так продолжим историю фоллаута ну так отвлекаясь на игру так давайте посмотрим что это короче сломался чип в убежище что такое убежище я вам расскажу сломался чип и у народ окончается вода так и меня отправляют найти этот чип кажется да ладно сам бы мог сходить из этим чипом хорошо найду на счетом короче временем 150 дней игровых на это все на того чтобы мне найти чип хорошо короче продал вот и вот начинается наша игра и так какой-то труп лежит труп тут ничего нету они есть давайте все возьмем и давайте наверно сразу в одну руку возьму нож хотя у меня прокачано умение тяжелая рука так это можно компьютер вы используете входной компьютер компьютер не признает ваш код ну конечно выгнали типа иди ищи нам чип нафига мне надо искать может быть я уйду может быть чувство долго должно руководствоваться так короче тут надо мышей поубивать вот что такое фоллаут в принципе ну фоллаут это целая серия целая серия игр его можно даже назвать вселенной фоллаута так сейчас будем драться на тебе на тебе купили так где происходят действия мире фоллаута мир фоллаута это мир который пережил ядерную катастрофу в далеком там будущем то есть это получается у нас там 2077 год и при причина общего замеса это мировая война развязанная китаем и сша действия игр разворачивается спустя на 100 200 лет в пустошах на западном то есть это для фоллаута 1 и фоллаут 2 и восточно это для фоллаута 3 и 4 побережьях ну сша а также в юго-западной части то есть получается уже бывших соединенных штатов америки здесь получается прошла война ядерная потом прошло 100 200 лет и вот вот люди живут в убежищах и собственно говоря собственно говоря надо где-то мыши было притаилась или это не это крыса так и надо нам собственно играть и выигрывать и так то есть игра у нас выдержана в стиле ретро футуризма так 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 и у нас здесь все в этом стиле тут и панк и не панк и ретро здесь смешано ну здесь также к примеру вот компьютеры всякие на всякие приборы они 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 у нас здесь эти как их блин ламповые вот и есть мнение что почему ламповые это же такое будущее потому что здесь есть роботы и все такое ну одно из мнений что ламповые приборы лучше работают в среде где есть там радиация и лучше пережили собственно я всю эту войну вот это одно из мнений ну а другое почему бы и нет классно выглядит иконок точнее классно получилось то есть игра у нас это ретро стиль дизель атом панк и все такое вот так и как же точнее не как же и так же почему же все таким произошла это ядерная война кстати существует целая википедия по фоллауту там фанатские сайты очень очень много всего есть также библия фоллаута в которой там участвовали вместе и разработчики и фанаты и это этой библией пользовались при написании некоторые разработчики при написании третьего фоллаута потому как 3 фоллаут ну у каждого есть свое мнение для одних 3 фоллаут это все это не тот фоллаут для других это в принципе тот фоллаут для третьих это тот же тот же фоллаут ну я как бы в 3 фоллаут играл в принципе сделано довольно неплохо особенно если знать всю историю что такое убежище если почитать библию а в библии там содержится информация всякие заметки наброски разработчиков об этом мире соответственно можно там окунуться в этот мир и почитать но обо всем по чуть-чуть да так почему же боевая война-то началась вот во второй половине 21 века запасы нефти начали истощаться что привело мир к глобальному топливному кризису ну и это вынудило мир создать автомобили на ядерных батарейках вот так вот да то есть уже были созданы машины на ядерных батарейках и на этих машинах там во втором фоллауте на одной из этих машин можно поездить ну как не за рулем просто все помыться с помощью этой машины пи быстрее перемещаться по пустоши и так глобальный призис привел к разногласия между ближним востоком и западной европой в результате чего он была расформирована так как за бесполезная короче она была вот и целом с весь мир катился к тому что будет что-то такое глобальное и в результате это глобальное пришло американское правительство к тому времени состояло из параноикал так надо это состояла из параноикал и и и и и стала разрабатывать еще когда война не началась но стала разрабатывать систему убежищ систему убежищ начало разрабатывать и кроме всего еще начал разрабатывать фев вирус то есть это такой вирус который создавал из людей из людей настоящих зеленых супер мутантов которые здесь в этой игре встречаются поэтому если как бы не знать всю эту историю то иногда думаешь что за супер мутанты как они ими стали так кто это кто-то лежит вроде нет так и вот я выхожу выхожу по моему на пустошь так вот американское правительство начала разрабатывать вот эту всю так убежище 13 убежище 15 а где убежище 15 а вот и пешочками ну вот так вот выглядит пустошь как бы карта и вот я перемещаюсь так вот это американское правительство начала разрабатывать технологию убежищ это фэу этот вирс стой давай кого тут здесь полазим так как войти в атаку да по моему город мир чё это такое жилые помещения центр управления вход вход в пещеру какую пещеру не понял я сейчас вот тут нахожусь так а надо два раза класса то приветствую тебя добро пожаловать в шейди сенс это какое-то поселение да так мне нужна некоторая информация о чем ты хочешь узнать я хочу узнать об этом месте так шейди сенс мирное сообщество у нас есть своя растительная система поэтому мы сами выращиваем себе еду если бы не наши не всего не нашествие рад скорпионов и налетчиков у нас бы не было проблем так я хочу узнать о рад скорпионах эти чертовы рад скорпионы охотятся на наших браминов с тех пор как мы сюда прибыли недели не проходит без того чтобы кто-то из наших ой вверх вверх кого-то из наших не отравились мы пытаемся их отгонять от пастбищ драда короче короче проблема тут с рад скорпионы так я хочу узнать бард не обмен мне надо чуть-чуть прокачаться я с рад скорпионами вряд ли давайте веревку у него куплю здесь качестве валюты используются крышки а мне крышек нету фигу 27 крышек не надо так у меня все спасибо готова надену кая кастет кастет же подпадает все-таки под удар рукой вроде да и так чем это я там рассказывал а что начало американское правительство создавать эту систему вирус который там из людей дело супер мутантов так и также там и также 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 что там еще было вроде все да так вот и американская правительство начала строить все эти убежища все эти убежища потом когда начались эти удары обмен я без оружия пожалуйста спрячь оружие почему вообще это правильно это и тут глупо но мы здесь нет нужны в оружии я понял надо спрятать надо спрятать спрятали ты короче в результате им произошла ядерная война в 2077 году и это все привело к тому что мы вот это все видим да вот к такому по такому виду по поводу ссср информации очень мало то есть здесь в основном как бы говорится о том что так почему говорит с чужеземцев здесь мало никакой в общем не влипай хорошо вот и информация о ссср очень мало то есть там в английской язычной фоллаут википедии там пользователи делают следующие выводы что советский союз не развалился в двадцатом веке и существовал до 21 аккуратно как раз до того момента когда началась война но это выводы как бы информация об этой об этом практически нет дальше там выводы но там много выводов разных и по что советский союз участвовал в гонке космической гонке но проиграл потом судя по сведениям из фоллаут 3 там китай до глобальной войны оттяпал от ссср большую часть дальнего востока и все такое короче это просто выводы на самом деле до информации нет так и так давайте поговорим что такое убер что такое убежище в мире фоллаут так 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 кто это кто ты меня зовут агата я храню историю расскажи мне основала группа выходцев из убежища 15 при помощи гкк который позволил жителям создать независимое сообщество и вот и возвести каменные здания уже через несколько лет шейди сенс представлял собой самодостаточную фермерскую общину на самом деле вот эти все диалоги их если их читать и вникать то ну и плюс если еще читать фоллаут вики всякие фан ресурсы фан вот эту информацию тут довольно интересный мир получается и много всего можно для себя узнать то есть если погрузиться в этот мир очень интересно играть если же играть просто был и играть как можно куда игру загрузить пропускать все заставки и тупо там проходить миссии за миссией то это уже называется задротство играть лишь бы играть так жители города смогли орошать пустынную почву выращивать там всякую еду и все такое так по ходу мне тут скажут убить этих рад скорпиона мы постоянно таком так я помог постараюсь помочь так торговать не можно нет у нее ничего нету ну и ладно пока так попробуем пошариться у него это чё у нас эта книга скаута всякие такие книги можно читать и их помощью увеличивать свои навыки там и науку и бой и еще еще так можно всякие тоже кувши не кувшина нельзя это чё у нас это у нас плита так с этим поговорить так ладно здесь мы были походу здесь только по пока пока я вижу только надо рад скорпиона убить так вот давайте об убежищах в этом мире в мире фоллаут есть различные убежища что это такое до войны компания такая виртуальная волтек потратила сотни там денег много денег сотней много денег на создание сети убежищ для защиты некоторой части человечества от радиации холода голода и прочих последствий массовой бомбежки но фишка в том что эти убежища должны были вместить лишь малую часть населения соединенных штатов америки а не сохранить все человечество целиком ну и фишка в том что в этих убежищах американское правительство проводило эксперименты то есть каждом убежище над каждым убежищем был какой-то эксперимент то есть о известных убежищах можно познакомиться на википедии fallout но там прикол в том что в некоторых убежищах были ну к примеру там запускался какой-то газ и там наркоманами становились где-то были только мужчины где-то были только дети ну и все такое то есть каждое убежище еще свою историю и и свои какие-то эксперименты и были какие-то еще свои эксперименты убежища то есть официальное предназначение это конечно спасти часть населения сша к 2077 году население сша примерно было бы там 400 миллионов само убежище должно было хранить по моему тысячу человек ну уберегте то есть получается нужно было около 400 тысяч комплексов но известно только о том что было построено на 122 убежища так и как я говорил в этих убежищах проводились эксперименты так ладно давайте пока с этим поговорю а потом продолжу рассказывать об убежищах так то это у нас тут не часто бывает чуть-чуть немцы почему это по моему хорошо да пожалуйста с этим это кто у нас это я себе пи просто меня зовут я не хотел побольше узнать об этом вместе так что ты тут делать я служил охранником у торговца из хаба но меня пострелили бандиты во время налета и это с тех пор как местные помогли мне вылечиться и до сих пор мои знания внешний мир делать меня весьма полезным здесь так это мой дом я даже иногда бываю в джанктауне по моему там за зомби много по моему если не ошибаюсь джанктауне и в хабе торгую там поскольку один кто видел как кто когда-либо действительно придал город а сейчас людей там в убежищах живет или жила а часть вот сверху на пустоши так ты бы не мог мне помочь вот что стандартность 100 крышек не у меня нет денег так про хабу надо поговорить может быть он на карте мне добавит метку так хаб большой центр прород скорпионов так ладно попробуем в ящике порыться о патрончики патрончики на меня нет оружия конечно же нет оружия так короче чё там про убежище как я говорил это части экспериментов были над людьми которые там проживали и в целом каждое убежище было рассчитано где-то на тысячу человек на тысячу или на две тысячи человек но когда конечно мы будем ходить по убежищам ощущение что там поменьше народу может быть но дело в том что некоторые двери там в принципе закрыты не везде можно пройти поэтому предположить все таки что там тысячи для тысячи человек или больше можно так вход в убежище в основном это одна единственная дверь шлюз то есть начало игры вы видели такой такую дверь виде шестеренки вот этот вход для большинства убежищ это единственный вход поговаривали или поговаривают что чтобы короче не чтобы а при попадании ядерной боеголовки в эту дверь вероятность того что она сломается типа там порядка двух процентов чего-то такое это где-то я когда-то вычитал в этой википедии ну фоллаута так это готовит это что-то иду так этот кто-то стоит у вас так я из деревушки было бы было сложно но как видишь все получили так надо с ним поговорить у меня пара вопросов что здесь происходит что же я помогу избавиться так тут у меня есть такая штука как питбой статус шейдер остановить рад скорпиона блин 141 день остался так ладно убежище да я говорил что про убежище кстати под android или ios есть игрушка фоллаут шетлерс как-то так называется это типа эмулятор эмулятор убежища довольно интересно можно поиграть можно поиграть так по поводу по поводу вот этих социальных экспериментов там каждом убежище был свой смотритель и это смотрите по идее знал о том что какой эксперимент проводится но не каждый житель конечно же очень мало людей в этом убежище вообще знали что они часть эксперимента знал только смотритель может быть еще пару человек вот так но мы мы вышли из какого убежища мы вышли из убежища номер 13 что говорит фоллаут вики по поводу этого убежища то есть это 13 убежище на западном побережье это основной регион и должно было это убежище открыться через 200 лет цель этого убежища изучение влияния продолжительной изоляции но сломался водяной чип и заставил смотрителя использовать же выходцы из убежища то есть в данном случае меня для разрешения этого кризиса и последующее изучение записи убежища навело руководство англова на на так и не осуществившийся план завершения войны но это такое то уже история то надо внимательно читать на эту вики но в целом это убежище с которым мы стартанули да и есть убежище 15 куда меня отправил как бы смотрите до 15 убежище куда мы идем что это за 15 убежище давайте чуть позже скажу так что это за баба она может меня полечить нет мне не надо лечиться что это за мужик а это это он и есть так я намутил книжку у меня уже две книжки есть так тут вроде был переход переход вот то есть когда зелененьким у нас показано то это сейчас блин вот вот здесь зелененьким когда зелененьким это означает что там нам на вторую локацию этого города мы переходим а когда красненьким это означает что во внешний мир так сейчас я здесь пошарюсь везде и может быть может быть выполню пару квестов время еще пока есть так что 15 убежище что такое 15 убежище куда нам надо идти там согласно эксперименту должно было открыться то есть это убежище через 50 лет то есть наши через двести а это убежище через 50 лет обитатели того убежища люди противоположных культур и де и идеологий и к моменту открытия это привело к расколу на четыре группы соответственно соответственно там образовала четыре группы и три из них три группы стали рейдерами то есть с разными названиями и одна группа четвертая группа села в нескольких милях западней основал поселение шейди сенс то есть вот как раз вот это вот поселение это та группа четвертая которая решила не быть ну я не знаю не то что рейдерами а честно жить остальные три группы это рейдеры которые по идее шарятся где-то в округах в округе в округе так 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 и так чё там дальше то есть это проект убежище ну 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 я буду постепенно рассказывать возможно даже буду повторять потому что я могу подзабывать так соответственно шейни шейц это люди из этого убежища поэтому здесь можно походить и поспрашивать колодец поспрашивать народ может мне кто-то чем-то поможет так это брамины это как вы видите такие мутировавшие эти коровы типа с двумя головами с двумя головами так 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 зайду ка еще в эту хатку чё у нас тут эта стена о веревка это о кувалда у меня же прокачана у меня про можно идти на рак скорпионов так давайте кувалду возьму в руки во нормалек а это а это симуляторы стимуляторы то есть это лечиться можно и теперь с этой кувалдой можно принципе идти на рад скорпионов то есть тут надо везде походить поискать что тут есть так чем известен фоллау то фоллаут он известен своей широкой свободе действий своей широкой свободы действий кстати не помню в каком году вышел фоллаут то ли в 2000 нам то ли в девяносто седьмом то ли то ли в девяносто девятом но первый фоллаут есть довольно таки давно и на тот момент уже завоевала популярность впоследствии стала культовой почему культовой потому что на основе фоллаута было создано множество подобных игр ну то есть подобной можно сказать механикой что ли но про отец у фоллаута все таки был это вас талант или как-то он так назывался то есть если это дело пойдет вот эти записи если вам понравится то конечно же пишите возможно поиграем еще во что-то ну вот так вот играя раз будем играть и рассуждать так ладно сейчас я сбегаю к чуваку пусть отведет крат скорпионом давайте я лучше еще сохранюсь сохранить вот сюда 11 так так вот здесь очень широкая свобода действий один и тот же квест можно выполнить разными способами ну не все но есть до сюжетных квестов прохождения 0 для игрового процесса не обязательно более того если знать куда идти так я взял этот квест сейчас подождите щас 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 татус шейндис остановить хорошо взял так сейчас этого чувака попрошу отвезти меня в пещеру ты точно я на дорогу показать могу вот сейчас я в этих пещерах щас к я сохранюсь надеюсь мне это поможет кувалда надеюсь и так фоллаут чем так что это такое это кости заходишь уже стремно так свободен блин популярен широкой свободе действий о чем я говорил я по-моему говорил о том что если знать куда идти то игру можно пройти ну я не знаю максимум наверно за 20 или 30 минут то есть если знать куда идти идешь и проходишь говорят что можно вообще не выполнить задание просто скитаться по пустыне также говорят но я не знаю как но говорят это видимо для особых задротов игру можно пройти не сделала вообще ни одного убийства но это наверное для таких хороших задротов для не знаю фанатов или для извращенцев потому что не сделать ни одного убийства это довольно таки сложно в этой игре так отступлю кая ах ты гад наверное я поле и наверное поспешил вот он сбивать меня с ног наверное я поспешил а как-то переключить но я вроде бы сохранился толку это сохранение ты падла он при смерти да только я тоже при смерти до убили меня загрузить короче неправильно надо аккуратно сейчас по чуть-чуть их убивать так так же в этой игре можно убить любого нпс то есть любого можно зайти в город начать стрельбу ну соответственно все на тебя согреться и тоже будет убивать можно убивать здесь детей да здесь есть жестокость какая то то есть часть жестокости на самом деле убрали на этапе создания игры потому что было чересчур жестокой то есть убивать можно кого угодно как угодно сделать очень широкая как было сказано свобода действий так одного мы убили и 110 очков так посмотрим 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 блин отмена посмотрим характеристики может быть новый уровень нет опыт 610 но я лучше сохранюсь ну тут приходится вот так вот часто сохраняться потому что в данном случае довольно неплохо все произошло то есть я его убил и особо так а как мне вот так вот до вылечиться еще раз сохранить короче делать здесь можно много чего хочешь много здесь его можно делать то есть можно здесь стать наркоманом алкоголиком то есть там здесь наркотические средства и можно ну короче здесь очень широкая свобода действий чем она и поначалу ну и дальше привлекла на тот момент таких игр было не так уж и много это и тем более то качественная игра продуманная здесь целая история так скорпион получает ранение терять здоровье главное мне не потерять здоровье да блин промазал надо отходить каждый раз на тебе падла чё-то он мало потерял здоровье а я уже нормально потерял походу я сейчас откинусь 8 он постоянно в меня попадает блин надо походу загружаться ну да убили меня так так вот но я не буду проходить ее за 10 минут потому что они интересны также тут есть возможность это старая тема грабить корованы можно также наняться в эти караваны и убивать тех кто грабит караваны вот так вот короче свобода здесь и здесь большая играть можно по-разному по-разному заканчивать соответственно можно еще здесь как хорошим проходить так и плохим проходить и зависимости от того как ты проходишь здесь все действия результатов их действий имеет как бы долгосрочную перспективу то есть ты можешь что-то выполнить будучи там сказать хорошим полицейским да там помочь кому-то выполнить его там пожелание к примеру ты можешь кому-то помочь и как можешь силой что-то к примеру отнять вот из-за этого тебя карма будет не очень а можешь помочь ему выпал найти что-то он может там примеру кто-то что-то попросить ты можешь это без проблем выполнить его задание тем самым он тебе отдаст ту вещь который тебе нужно и плюс ты еще и ему поможешь и и и и все такое так дальше вот так же тут как я рил можно устроить с охранником этих каравана можно просто где-то отстраиваться устроиться охранником ну короче свобода опа я что-то нашел свобода действий немаленько так нашел патроны так вот тут тоже что-то валялось до патроны патроны мне пригодятся когда я прокачаю так жизни 15 до следующего уровня 720 окей надо подлечиться давайте-ка я подлечусь 32 и еще один симулятор выйдя ну так это у меня по-моему медицинская сумка докторский чемоданчик хорошо так идем дальше идем 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 дальше надо проходить это больше разговоров получается чем прохождение сейчас найду какого-то еще раз скорпиона и продолжим так сохранюсь к я вот атмосфера пустоши сделано на мой взгляд очень круто то есть здесь передано можно сказать вот это все жители городов там ведут такое существование то есть жизнь на выживание можно сказать да там жалкое существование на руках пост ядерного мира возникает какой-то государственный строй какие-то возникают общины у которых свои правила у них там они что-то выращивают отбиваются от рейдеров от бандитов также всякие мутанты вон есть ну атмосфера здесь такая прикольная как раз вот создана очень неплохая ну и ты такой весь тут главный герой должен помочь этому миру если не миру то да блин чё ж ты косой такой если не миру то отдельным его жителям о 110 очков значить значить следующего еще убью еще уровня не будет ну да ладно так будем собирать будем собирать сети клешни чтобы потом на что-то их обменять вот так так чё у нас тут ничего не валяется короче мир здесь проработан очень классно в третьем фоллауте там уже не так классно некоторые вещи проработаны были но и там мир сам здоровенный кстати все фоллаут они связаны то есть убежище как я сказал где-то 122 в целом было известно но понятное дело не каждый мы встретим в данном случае в фоллауте первом там я не помню но мало убежищ мы не встретим все 122 может быть максимум их штук 8 с третьими все но убежища встречается другие убежища с другими номерами во втором фоллауте также в третьем фоллауте вот поэтому они как бы немного пересекаться также встречаются там целая серия игр фоллаут есть фоллаут тактикс фоллаут 3 4 фоллаут new vegas и в каждом из фоллаута можно встретить свое особое убежище ахты падла убил которая описана в вики но фоллаут вики вот поэтому вот что мы здесь мы здесь 13 это мы с него вышли и 15 убежище так наверное подлечусь мне 27 жизни и 15 убежище думаю еще какие-то найдем так сохранить сохранить слот занят да да перезаписываю так что же что же тут еще примечательно но при в примечательного это вот такие вот всякие картиночки известные вот да вот это тоже круто прорисованы способности и вот такой чувачок нарисованы и он по-разному там ну короче класс так кто вот это за кого играю я я играю типа за избранного то есть по возраст я на старте игры определяю сам сам но это избранный который должен там должен должен ну короче всем помочь или всех спасти да умри падла ай-яй-яй-яй давай давай только не маш не ваш блин промазал да на на старте конечно вот эти вот бои доставляю тем что что можно долго драться долго так как еще не прокачаны и умение еще драться не очень так теперь мне подлечиться надо где-то нажимаем про правой к перетягиваю на себя 26 жизней 34 сохранить вот короче я играю за избранного ну тут здесь еще встречается известная такая фраза она часто разных фоллаутов встречается war never changes типа 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 но начинаются все основные части игры типа это фраза так на тебя скотина так должна каждый раз напоминать что война типа неизменно и и последствия всегда там одинаковы не важно что это за война ядерная не ядерная но война остается войной да умри ты скотина елки-палки наверное я не переживу если он сейчас крит нанесет то есть помер есть новый уровень так про фразу сказал то что я играю за избранного сказал характеристики давайте увеличим что-то мы можем увеличить мне бы увеличить вот без оружия кастетов а холодное оружие блин вот холодное оружие кувалду качаю кувалду мне кувалдой надо лупашить а вот этого не можно отминусовать афиг там ну да ладно вот кувалда метание до холодное оружие вот кувалда нормалек нормалек и надо полечиться 24 ну и количество жизни увеличилось он уже 38 нормально сохранить есть так есть еще такая штука как пип бой это типа такой компьютер кпк вот он пип мы нажимаем и здесь у нас там время но кстати мы можем подремать но лучше не надо дремать потом без особой нужды потому что время тут ограничено и тут всякую информацию он архивы можно поставить разговор разговор смотрителям там статусы это поселение квесты в них карты карту можно посмотреть и все такое то есть это пип бой это такой он еще называется пип бой 2000 и выглядит как кпк он присутствует во всех играх фоллаута ну как бы без него никак блин ого сколько тут этих скорпионов куда мне пойти наверно сюда вот этого завалим так по идее сейчас должен посильнее лупашить а ну кого 68 уже на тебе скотина промазал мне бы броню чуть какую-то найти на тебе помри не помирает тяжело раненый но если тяжело раненый чё ты дальше иди себе куда-то по делам вот ты падла да держи помер помер характеристики до нового уровня еще далековато поэтому подлечусь кая на тебе 38 сохранить да блин горячая клавиша по моему сохранять нельзя что неудобно потом подобавляли в игре горячие клавиши для сохранения это конечно стал был стало круто f5 или f6 нажимаешь и сохраняешь так чё там еще чё там еще так ну первый фоллаут не был особо популярным популярность уже пришла на втором фоллауте но после первого фоллаут конечно прославился неплохо прославился но как я сказал про прародитель все таки у фоллаута был это вас талант но там не получилось я возможно в следующей серии расскажу историю от создателя да историю создания этого фоллаута непосредственно от создателя блин как бы нам выманить вот там были проблемы с правами поэтому поэтому не получилось все эти идеи короче реализовать вас талант я так понял ну насколько я помню и решили сделать свой собственный проект и назвали его фоллаут ну и здесь есть схожесть с этой вас талант я в нее кстати не играл поэтому если чем может поиграем а вторую часть уже они разрабатывали собственными силами ну а второй части поговорим если дойдут до нее руки так сюжет первого фоллаута ну как бы ничего тут такого а то есть почти через сто лет наше убежище 13 внезапно в нашем убежище 13 внезапно ломается водяной чип хотя по задумке как я сказал оно должно было открыться там через 200 лет ну через сто лет сломался чип на тебе еще раз на тебе не помер ранение это хорошо держи вот так так надо подлечиться подлечиться подлежи так и так ломается чип водяной и мне как избранному нужно его пойти и найти но на поиске самого чипа ну время на поиски ограничено мы знаем там 140 дней так то есть это время ограничено на поиске чипа дальше в принципе время не ограничено и мы можем после того как найдем чип вроде как я не помню но вроде как уже можем там можем играть дальше да ёлка что ж ты делаешь о наконец то я получаю 6 а карму еще получаю сохранить давайте-ка я сохранюсь так в процессе поиска вот этот житель мы якобы должны ну если читать все диалоги мы должны узнать о угрозе тотального экстерминату со всему живому путем превращение посредством спецвируса ну то есть мы узнаем о том что были всякие эксперименты вот о том что этот вирус который превращает обычных людей злобных мон монстров супер мутантов то есть мы по ходу игры когда ищем чип и если мы ну выполняем дополнительные задания заходим в разные там поселения общаемся с людьми с людьми мы постепенно об этом всем узнаем об этом всем узнаем узнаем и узнаем так и чё там дальше так мне надо вроде уже назад идти вроде бы всех я убил давайте еще тут пробегусь пробегусь так 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 ну кроме всего прочего игрок уже как бы выйдя из убежища уже как бы побывал на свежем воздухе и уже в принципе в принципе в принципе понимая что еще и наверху жить тоже можно но это мы все сами должны понимать когда мы играем ну в целом наверное вот это все предыстория о нем можно поговорить в другой раз более подробно о самой истории этого первого фоллаута так чё это по моему в шее сюда мне надо идти да сад вход спрячу ка я оружие а то сейчас начнется спрячь оружие все такое мы тут благодарит ну да как бы только хотелось бы чтобы вы что то дали мне посмотрите надо сбегать по моему сюда к этому чуваку а где я брал квест кстати вот это да сейчас надо найти того чувака у которого я брал квест нет но по идее он мне должен дать что нибудь в день я хотя бы каких то там опыта кто то елки палки наверное я не помню это проблематично играть и говорить о истории фоллаута и запоминать вот это все так может быть вот этот нет дела налаживаются конечно что ты хочешь узнать да я хотел бы чтобы мне что то дали вы а мне что за это ничего не дали а ну ка статус остановите круто блин может я пропустил может и все таки был какой то опыт характеристики где тут блин еще тысяч 10 очков до следующего уровня так а че тут карма общая репутация 7 убита крыс 20 транскорпионов 9 хорошо хорошо так что тут еще примечательного в этой игре и что есть во многих уже играх других которые вышли потом вот это специальная система которая называется спешл где тут готово вот он спешл которая ну по этим буквам сила там восприятие выносливость то есть тут раз два три четыре пять шесть семь семь характеристик на основе которых получается мы создаем там своего героя и и все такое и все такое вот и каждая как бы способность на что то влияет что то добавляет и играть можно по разному как было уже сказано можно тупой силой можно там красноречием если прокачать и всех убеждать и все тебе будут верить там делиться с тобой и все такое а если красноречие не прокачано то все будут ты будешь тупой такой здоровый мужлан такой ходить вот и блин надо было мне полечиться ладно вот и все делать силой ну короче здесь возможности много то есть это такое примечательное да вот эта система спешл спешл то есть это как я уже сказал всякие атрибуты до этого планировалось использовать популярную систему как то ж у рпс но в 97 году там люди все таки решили использовать другую систему спешл вот то есть изначально одна планировалась но потом использовали другую значение атрибутов статичные и отражают какую-то определенную сторону персонажа то есть получается если сила 10 то грубо говоря можно мутантов давить голыми руками если же там к примеру интеллект 10 то можно сказать что Анатолий Вассерман или Анатолия позавидует вашим умственным способностям ну и наоборот вот плюс там навыки у нас здесь есть навыки вот вот здесь способности вот они постепенно будут открываться то есть и а вот навыки которые отображают вероятность успеха или не успеха какого-либо предприятия то есть как вы видите здесь довольно таки немало этих навыков соответственно чем больше то мы тут прокачиваем тем больше вероятность и урон вот как мы уже заметили я прокачал холодное оружие и урон стал наносить поболее и вероятность того что я попаду увеличилась ну и вот эта система спешил в общем это не просто отображение то есть это целая система которая там подразумевает как хранить как увеличивать ну короче с помощью этой системы она еще знаменита чем можно тупо кулаками валить врагов тем самым прокачиваться и научиться стрелять из базуки или ремонтировать радио ну вот такая штучка да ладно давайте-ка я прочитаю книжку как ее читать наверное по моему сюда прочитал и вторую книжку даже две эту прочитаю какой а чё я отравлен наверное это рад скорпионы твари меня покусали урон от яда давай-ка я сбегу к этой бабе пусть она меня вылечит так я что-то ну то есть я когда я читаю книги у меня какие-то характеристики увеличиваются мне нужно лечение мой муж а вот этот мне нужно лечь меня отравили готово так а вылечи меня чувак давай готово все так ладно наверное на сегодня все в следующем видео наверное поговорим ну дальше будем играть и разговаривать о истории создания фоллаута от создателя ну а в описании к видео будут ссылки на википедию фоллаута довольно интересно на библии фоллаута их 9 штук то есть первую и третью часть насколько я помню сами фанаты создали а потом один из разработчиков объединил их в часть 0 ну а дальше из части 4 5 6 7 8 9 в которых всякие заметки всякие мысли всякие вопросы ответы и которые довольно таки интересно почитать также в этой википедии можно ну все о фоллауте узнать поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся комментируем ставим лайки и все такое всем пока